Хочу сказать пару слов о источнике автономного питания. Вот это приспособление было собрано лет 5 назад. Себестоимость у него просто копеечная. Блок стоил 4.14 рублей. USB, папа-мама, за рубля 2. Ну, в общем, всё это не дороже 30 рублей. Самое дорогое это батарейки, аккумуляторы. Вот за 5 лет это второй комплект. Понятно, что чем больше ёмкость батареи, тем на дольше его хватит. Идея не моя, была подсмотрена на сайте Navitel. И изначально он мной использовался как источник дополнительного питания для автомобильного навигатора. В те времена, когда ещё не было такого распространения навигаторов на телефонах, а туристические навигаторы, именно ручные, стоили больших денег, автомобильный был хорошей альтернативой. Главный минус автомобильного навигатора – это слабая батарея. Её хватает буквально час. А вот этот навигатор, он тоже уже очень древний. Он питается только от внешнего источника. Своя батарея уже не держит. Вот. И такой источник – отличный вариант для каких-то походов, чтобы координировать своё местоположение. Блок под аккумуляторы спаян с разъёмом USB 2.0. И сверху это сделано холодной сваркой. Я говорю, 5 лет использую. В принципе, ему вообще ничего не делается. Ещё бы какую-то водонепроницаемость добавить. Но без этого в пакет ложишь, и нормально. То, что разъём USB, делает этот источник питания универсальным. И можно запитывать как навигатор И повторюсь, что родная батарея навигатора уже не держит. И при отключении источника он просто отключается. В настоящее время это устройство более актуально для питания смартфона, в котором своя батарея достаточно ёмкая. Установлен навигатор. И при периодическом подключении, чтобы сориентироваться на местности, просто дней на 5-10 точно хватит. А если при себе иметь ещё комплект запасных аккумуляторов, то хватит очень надолго. В последний год-полтора я видел подобные источники питания заводские. В чём отличие? Они стоят гораздо дороже. Просто в разы. Батареи в них невозможно заменить. Очень рекомендую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!